Космический анонс на месяц, как уже Иван анонсировал нам, анонсировал этот анонс на месяц. У нас в гостях Роман Морячков, младший научный сотрудник Красноярского научного центра Российской Академии Наук, преподаватель кружка астрофизики в технопарке Твори Гора. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. И также активист объединения любителей астрономии Крас Астро. Кстати, Роман, а можно как-то присоединиться к Крас Астро? Или нужно пройти отбор, обладать какими-то знаниями? Ну, если стать именно таким членом сообщества Крас Астро, который сам занимается астрономией, то хотя бы взять телескоп или там выезжать с нами на наблюдение. А так, про нас кто-то знает уже лет, я бы сказал, 8, и спокойно ходят и наблюдают вместе с нами в телескопы, там, прям в городе, так что... Прежде чем мы зададим главный вопрос, в принципе, ради которого вас и пригласили сегодня, скажите, а как часто меняется ситуация там, где звезды? Да, постоянно. А вот чего там такого происходит интересного, что привлекает ваше внимание? Ну вот, хоть у меня и не было той самой астрологии, да, но в советской, постсоветское время... К счастью, да? Астрологии, к счастью. Да, астрономии еще может пригодиться. Да, 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 прошу прощения, да. Вот. Мне всегда это казалось интересным, такой предмет, да, где, в принципе, все тоже понятно, разложено по полкам, где какое созвездие, да, когда что смотреть, на что обращать внимание. А вот, допустим, сегодня, что там необычного? Ну, чем тщательнее мы смотрим, тем больше деталей мы можем различить на небе там или вообще где-то в космосе. Постоянно ловятся новые, ну, в смысле, наблюдаются вспышки сверхновых, наблюдения новых звезд, то есть это тоже яркие, как бы увеличение яркости. Постоянно можно следить за изменениями в нашей Солнечной системе. Там сотни тысяч астероидов летает, метеоры какие-то постоянно у нас в атмосферу бороздят. То есть их можно увидеть в хороший телескоп? Ну, конечно, они отслеживаются. Ну, там, может, не каждый день, да, но регулярно они отсматриваются. Кометы сейчас можно насчитать, что к 10 комет, ну, вы не увидите невооруженным глазом, а крупные обсерватории, они могут посмотреть 10-15 комет постоянно. И это половина из них новые кометы, половина, которые регулярно к нам прилетают. Ну, если там такая разнообразная, интересная жизнь, порой даже летает и космический мусор, да, вот же была информация, что космонавты якобы ждали, да, столкновение с этим космическим мусором. А чего же тогда до Земли никогда ничего не долетает? Долетает, регулярно долетает, мы тоже встречаем. Но где-то там пропадает, да? Где-то вот последние два года до этого, или даже последние три года, примерно каждую весну, вот, март-апрель-май, где-то в эти месяцы падает по одному-два, ну, сгорает ярких метеора, их болиды называют, либо падают прям, ну, метеориты, мы не знаем, падают ли они или нет. Как в Челябинске, да? Ну, вот, например, да, вот этот, в Челябинске помощнее. Здесь вот до этого было, да, в Ростовской области, это было где-то вот в районе там 20-го, что ли, или 12-го марта, где-то недавно. Здесь вот 20-е марта, да, здесь вот над Петербургом, где-то вот над домами посерединке, там тоже увидите, вот город причем, просто камера наблюдения, раз, и пролетает вот такой метеор. То есть на самом деле он может быть размером, ну, 5-10 сантиметров, может быть, там, 30 сантиметров, но почти все это сгорает в атмосфере, потому что он летит в вакууме, а потом атмосфера для него, это как мы в воду ныряем, то есть резкое такое сопротивление среды. Вот, и здесь он начинает тереться и, собственно, вот разгорается так ярко. Прошла информация, что 6-го мая Земле предсказали, значит, столкновение с астероидом. Так ли это, насколько большой размер, ну и что говорят специалисты, увлекающиеся наблюдениями? Ну, сначала говорили про конец марта, или там про апрель, да, потом про май, то есть там смещали немножко. Там были измерения его траектории где-то с 2009 года, когда его впервые наблюдали. Потом это все отмерили, недавно его еще пронаблюдали, и сейчас информация такая, там вот схемка у вас где-то была, что Земля по своей орбите, она уже пройдет ту точку соприкосновения, где бы пересек орбиту Земли астероид, собственно, вот этот вот 2009 GF1. То есть она уже, вот, она уже прошла мимо его траектории, а потом он только сюда доберется. То есть получается, что самая ближайшая точка, это где-то больше 20 миллионов километров. Ну, то есть это большая цифра. Далеко, да. То есть это раз там, не знаю, в 20-30 больше, чем до Луны, поэтому нам ничего не грозит. Хорошо, а по размеру какой он? Тоже говорили. Он там с какую-то там египетскую пирамиду 100-200 метров. Померили поточнее там радиотелескопами. Они умеют еще и расстояние до него, и размер, и форму посмотреть. Где-то метров 10-15. Так что он не такой большой. Ну, он может, как бы, упасть чем-то, если он все-таки столкнется с землей когда-нибудь, да, то есть он может выпасть метеоритом. Но этот метеорит тоже будет небольшим, кратер будет небольшим. Ну, в городе это будет неприятно, но в целом, как бы, это довольно безопасно. Короче, апокалипсиса не будет, как в этих блоках. Ближайшие его пролеты. 2092 год и 2173. Это ближайшие пролеты. Причем 10 миллионов километров и 14 миллионов километров. Ближе, извините, пока не подлетит. То есть с этим астероидом нам не везет. Мы с ним пока не увидимся близко. Вот, будем только на расстоянии смотреть. Хотелось бы, да, вот это изучить вам, да, вот это все? Взять пробы. Это интересно, потому что сейчас... Безусловно, согласен. Уже где-то 5, наверное, объектов, которые... Вот один из них, это 22EB5, как его правильно назвать, да? То есть вот астероид, который обнаружили буквально за 2 часа до его падения. То есть его обнаружили и быстренько рассчитали их траекторию, поняли, что он через 2 часа упадет. И предсказали примерно, когда и куда он упадет. Вот, то есть там, ну, интересное такое открытие, можно сказать. То есть в одном из таких вот предсказаний падения астероидов участвовали даже наши астрономы. А вот траектория его, да, и дальше раз, и столкновение с ним. То есть вот примерно анимация, как это было. Но причем траектория полная, известно стало уже, как бы, ну, когда уже рассчитали всю его орбиту, вот. То есть это уже позже. Понятно было, как он летал, но мы его не видели, в принципе. То есть он небольшой, тоже где-то метров 15, но... Или даже меньше, меньше, наверное. Вот, метров, наверное, до 10 где-то, вот так. То есть он ударил неплохо, то есть там был взрыв где-то 3-4 килотонны. То есть вот в тротиловом эквиваленте, в принципе, это такой хороший взрыв. Челябинск был гораздо мощнее, естественно. Ну, к слову, недавно, например, где-то у берегов Южной Африки тоже падал метеорит, который дал взрыв порядка 7 килотонн. То есть это уже сравнивают где-то с половиной Хиросимы. Вот. То есть, в принципе, так хорошо бы бахнуло. Это было над океаном. То есть где-то в прошлом году было, например, на Дальнем Востоке так же. Но это повезло, да, что над океаном было? Потому что если бы упал на материковую часть, наверняка, были бы там разрушения. Ну да, то есть вот с прошлого года метеорит тоже, который дал еще больше взрыв, там где-то 7, ой нет, там даже больше где-то, ну, тоже несколько килотонн, по крайней мере, был взрыв. Он дал такой цунами, который был заметен вот у нас там на Дальнем Востоке и в Японии. То есть мы про это почти не слышали. Это причем обнаружили позже по данным спутника. Вот спутники мониторят, какие вспышки в атмосфере происходят. Ну, там где-то и с оборонительной целью, да, и где-то просто хотя бы вот посмотреть, что там с космоса еще летит. Вот. Есть там где-то... А, вот место падения вот этого астероида, который упал буквально 20 марта, в ночь с 20 на 21. Вот на Исламе. Скажите, чем отличается метеорит от астероида? Ну, астероид, это тело еще летающее на орбите где-то, вокруг Солнца. А метеорит, это уже то, что упало. То есть астероид, который упал на Землю, он уже становится метеоритом. Это просто терминология. А пока он сгорает, он метеор. Интересно, черт побери. Скажите, какое количество вот тех самых искусственных спутников, обеспечивающих и связь, да, и какие-то другие выполнения задач, можно разглядеть? Можно ли их... Они же летают по одной и той же траектории, да? То есть в одно и то же время можно увидеть один и тот же спутник? Или я ошибаюсь? Не всегда. То есть есть спутники, которые вообще постоянно над одной точкой. Это вот которые телевидение нам раздают. То есть они должны всегда висеть. Они вот над экватором висят. Скорость у них обращения такая же, как скорость вращения Земли. И они постоянно как бы над одной точкой Земли и болтаются. А за счет чего это достигается? Это определенная орбита. Чем мы ближе к Земле, надо быстрее двигаться, чтобы на нее не упасть. Чем дальше, надо медленнее двигаться. А есть баланс, где двигаться можно с такой скоростью, как вращается Земля. Человек вычислил все это, как бы, да. И все, теперь мы запускаем геостационарные спутники. Вот это порядка там 36 тысяч километров. Нет, я вообще не понял. Но это очень интересно. На самом деле уже где-то вот... А, вот смотрите. Если анимацию запустите, это примерно как выглядит количество всех потенциально опасных астероидов, обращающихся около орбиты Земли. То есть их, ну, очень много, скажем так. Вот. Это вот даже ускорено, если посмотреть, да, в течение там нескольких месяцев. Как комары летом. И это все отслеживается. И причем это уже довольно крупный, там, больше нескольких, там, ну, больше десятка метров хотя бы. Потому что самый маленький отследить сложно. Вот. Ну, проблема. Вот. Поэтому, как бы, например, астероид, ну, скажем, метеорит, как Челябинский, особенно если он, вот опять же, как Челябинский летит со стороны Солнца, его сложнее отследить. Потому что радиотелескоп не может смотреть на Солнце. Оно засвечивает полностью весь сигнал. Как бы, и поэтому вот то, что его наблюдали утром, и наблюдали уже входящим в атмосферу, это вот как раз о том, что мы не можем нормально их отследить. Ну, то есть, не могли вообще, в принципе, не то, чтобы рассчитать траекторию, а сказать, что он упадет. Правда же? Ну, да. Это просчет? Это уже потом рассчитали, как он летел, что он летел над Казахстаном вообще, пролетел сколько в атмосфере и так далее. Ну, не ждали же его, я помню. Челябинский не ждали. Да. Никто не ждал. Никто не ждал. Не ожидал такого. То есть, его не заметили. И можно сказать, что это самый мощный такой, самый тяжелый большой метеорит, который упал вот в 21 веке. Там где-то у меня тоже там табличка. Это вот пять метеоритов, которые были предсказаны. Но век-то что начался-то вот буквально? Ну, да. На сегодняшний день, да? По крайней мере, он поколидирует. И это единственный такой хороший пример того, как мы можем отследить вот картинку, как выглядит падение метеорита. Это очень ярко, это очень громко, это может быть пагубно, да? То есть, мы это все отслеживаем. Понятно. Хорошо. Финальный вопрос для наших зрителей, он наверняка будет интересным. Вот вы сказали, отвечая на вопрос Антона, что в объединение любителей астрономии можно попасть, да, при желании, там, ездить вместе, наблюдать. Ну, да, у нас есть группа ВКонтакте, подписывайтесь. А что сделать для того, чтобы куда-то прийти и посмотреть на то, что происходит в небе, ну, как говорится, для затравочки? Есть ли такие какие-то пункты, что называется? Чаще всего мы стоим на предмостной, на левобережной набережной, ой, на предмостной, как на левобережной набережной, напротив дворца Браксочетания. То есть, это часто такое место, ну, иногда меняем. Вот, лучше это отслеживать. Вот, у нас есть группа Тротуарная астрономия, можно найти в интернете, ВКонтакте. Вот, там мы пишем, где стоим, когда стоим, и примерно, что мы будем смотреть. Вот, планеты, Луна, что будет видно примерно в этот вечер. Все привозите, телескопы? Да, вот, в марте стояли, два телескопа стояло, посмотрели Луну, посмотрели детально горы, кратеры, даже кратеры, горки внутри кратеров. Ну, а бывает, кто это рукой помахал или нет такого там в телескопе? Ну, кто-то подходит снаружи, машет, да, как бы, а там... На самом деле, любители иногда наблюдают падение метеоритов на Луну. То есть, даже такое видится. Есть видеоролики, есть, вот, ну, кто-то просто вот живьем посмотрел. Ну, на роликах это хотя бы подтвердить можно. Да, я видел. И смотрится, как взаимодействие с грунтом идет. Короче, по телику это не передать, надо посмотреть. Это действительно интересно. Мы с Антоном к вам придем. Ну, да. Ну, чего бы нет, да? Согласен. Не взявший за руки, конечно, но при чем. Роман Морячков был у нас сегодня в гостях. Младший научный сотрудник Красноярского научного центра. Соран, ну, и преподаватель кружка астрофизики в технопарке Творигора. И еще раз он сейчас нам скажет, какое нужно найти объединение. Группа ВКонтакте. Красастро. Все. Красастро. Подписывайтесь, приходите и смотрите на красоту звездную.